косметика это конечно просто шедевр ребятки всем пламенный привет я сейчас нахожусь прямо возле салончика уже захожу до нового года осталось парочка дней и я думаю что мы с вами попросим новогодний макияж можно ярко с вашей косметикой получится какой-нибудь может фотку выберем если есть у вас на примере вот из этой палеточки возьмем вот это да наверно синий как за основу вот такой пока особо не видно ничего а это как набросочки потом мы будем этим цветом дополнять убивает бивать бивайте до цвета который нам понадобится сильно мы не выводим примерно останавливаться на ресничку потом будем уже либо тенями смотреть по разрезу глазу кисточка довольно пушистая такая на весь глаз будет от березы фиолетовым и синий синий уже сверху а тут вот там у нас на образце вот здесь фиолетовым а давно макияжики делаете больше 12 лет да вы что хотя обычно косметологи они редко редко на самом деле я уже пытаюсь отойти от этого почему либо в этом либо в этом интерес как ну не то что теряется больший косметолог но красти тоже немного сложно работая пояснять клиенты обычно не любопытные именно по этому поводу нет что зачем даже без зеркала просто доверять а потом вау эффект просто если не вам будет уже сложно исправить в процессе смотреть что у нас больше у меня свои клиенты и тот кто более такой нейтральный поэтому где-то добавить где-то поставить это намного и даже и так не видно так раз вы со мной то добавляете периодически буду рада на покажу финал у нас далеко поэтому сложно что ты думаешь нас все просто это и то и то будем делать синюшку фиолетово-коричнево а если мы на образец ориентироваться там именно после там конечно очень такие мне кажется даже гримурные чуть-чуть теми какие-то специальные для грима для болезни вот этих вот рисовать раны такое а мы с вами между почему не гримерные назвать что-то между гримерными и обычными как бы если прямо мы глаз обрисовываем вокруг да чтоб видите настроение у нас личика хорошая она прям гармонично без защиты цвета волос не каждому подойдет но мы же еще коричневый он придаст такую немножко глубину про вот эту коричневую будем оттуда какие-нибудь цвета брать возможно но основные все-таки наш фаворит это вот это и вот эти синие цвета вот эти получиться раз два три синих дальше вот этих два фиолетовый черным усиливаем уголок больше растушевываем растушевываем но синие такие довольно капризные то что сыпется но это сыпется лишнее то есть то что надо они все-таки остаются так хорошие но прям с каждым разом все лучше и лучше потихоньку вырисовывается больше наш образец виде все равно мы от него немножко отойдем почему ну один в один не получится я думаю что мы даже чуть-чуть да я в чай попросила то мне сказали всех спрашивайте кроме меня учитель и чай чёрный но будет не похоже на референс потому что тени разные на цвета и текстура но мы можем постараться форму повторить например более вытянута да ну как там да еще стрелочку когда будем выводить стрелочка вытянет как на образце на мы потом да за стрелкой вытянем уже форму еще больше глаз стал да то есть благодаря тому что мы растушевываем он увеличится увеличится распахнется прямо ценить нравится ли мне в том же направлении мы идем по крайней ну еще вот можно и даже не знаю на образец ориентироваться а там как вы может вы вот так ему придете к этому образцу может вот так а может уже нет сложно тоже прям по картинке и все-таки хочется чтобы это и вам шло чтобы гармонично но главное чтоб не уродлива мне так уже нравится вот там так разные даже там кажется знаете на фотке вот синенький он как бы на глазу непосредственно а темный это хвостик потом еще будем убивать косметика в это конечно просто шедевр не знаю насколько видно я немножко полную знаете чтобы у нас не получилось что вот там просто синяя она прям сидит вот до суда и вот уже будет синяя сейчас немножко как бимкой мы выведем стрелочку хвостик и сверху уже синий сиолетовый сейчас она на одном уровне и потом такая там как на образце а снизу корицы погодите то что у нас будет прорисовываем пока типа стрелочки закрываем откроем а точить не будем карандашик он уже точен точен это собственно стрелка которая нам глаз вытянет да нет закрываем это мой поверх карандаша да потом сверху мы уже будем припечатывать темные тени закрыть а вы просто века веры держите он не закрывается у них хотя бы прямо смотрите макияж сколько у вас тут вечерний до 3 900 3 ладно надо посмотреть сколько мне про записи писал если вы как новый клиент там должна быть скидка закройте может выключим музыку нет не мешает потому что мне потом авторские права придут все заодно печку выключить не выключили же печку выключили музыку нет хотите плохого моему бложку нет закрываем сейчас выключу сейчас вам часто на новогодний макияж приходит новогодний условие это больше нейтральные дневные даже на новый год все равно нейтральные а корпоративы там сейчас в моем случае мои клиенты больше за естественность примерно до выводим даже длиннее мне кажется еще чтобы она прям яркая была там знаете она как будто атаковшись но но что мы можем помешать потому что там форма совсем другая какая форма глаза макияжа да она более узкая а мы с вами немножечко ее растушевали а я этого и коричневым это придется все убирать а зачем мы такое делали если там другая изначально договорились что она будет отличаться но можете по отличаться но потому что так получится что-то но сейчас он будет вытянутый глаз мы сейчас его вытягиваем у нее вытягиваем а почему мы никакой нее решили сделать потому что я сказала что не получится у меня белый и сверху коричневый мы решили что на бирюзовую мы накладываем коричневый и вытягиваем стрелочкой ну да вот это все да просто чтобы она по форме похоже было как у нее потому что там есть белый пробел и от этой стрелочки уже идет кроме белого пробел можно повторить ну это так у нас уже так ладно хорошо ну насколько возможно чтобы стрелочка была как там мы от бирюзового растушевали коричневый у нас получился более открытый потому что у нас белого нет да потому что мы не сделаем из не стали делать промежуток ну прям голову калибруете как стоматолог мне кажется из-за того что у нас черный такой огромный стрелка в нем как будто не видно изначально мне даже больше нравилось когда мы просто стрелочку вытянули нежели решили сделать уголок уголок так это что на образце у нас уголок только стрелкой ну вот изначально мы так и сделали просто стрелку выявили а сейчас я хотела вытянуть его сверху он получился что немного затемнился я прям уже потеряла мы нить размышлений немного откликает меня если честно ну посмотрите если идем в том направлении оставляем в том ну я смотрите можно было просто насколько возможно на рефери что было похоже ну соответственно то что невозможно делаем как можем хорошо я говорю если мы идем в том направлении я не знаю в каком в том я уже боюсь что-то сказать это вы потом скажете что мы решили и как будто я что-то решала я прошу что было похоже на референс и все и поэтому я уже боюсь что-то сказать вы потом скажете это вы решили так что-то сделать нет я с вами сейчас разговариваю просто пытаюсь договориться чтобы мы пришли к результату на референс чтобы было похоже нормально либо мы что-то добавляем но это максимально которое мы можем сделать на референс бирюзовый и фиолетовый добавляем для яркости ближе к референсу не получится никогда нет нет у меня нет ну тогда так то есть там в основном затык то что вместо черного там у нас белый но у нас его нету до закончился нет просто я не смогу так сделать именно стрелочку нам выделить надо да как вам ну еще с кожи не готова и сложно ценить конечно немножко расстроилась на референс не похож на это люди тоже расстроились но они особо целились признаете нет я бы очень хотелось порадовать визажиста если от привыкают один макияже ты все его делают а если какой-то запрос новый но они там максимку то цвет поменяют что этим специально никто не заметит типа на синенький же есть ну что же за вопросы мы близится наше завершение до блюдо вода это не целярный в конце может уберем зальчик в конце уберем но сейчас мне хочется еще вниз может есть у вас крем какой-нибудь что после мицеллярки прям стягивает а это тоже там там эту часть чуть-чуть добавить розовый акцент он не будет бросаться в глаза но какое-то будет гармония но если он украсит давайте у вас еще вот там вот есть тоже розовенький на вот вот эти вот розовая есть это помада помада а в палетке может румяна каким-нибудь еще раз либо вот так вот прям не будет он его видно но не яркий да а как в качестве румян тоже мы будем использовать посмотрим посмотрите если я вообще не вижу вот он слегка но идет перекликание все равно чуть-чуть он где-то видно такой вот конечно только разогина а нанесемся докладами скоро стягивает на но после пилинга будет пользоваться те covid смир sabia мне ну или сыпья да дает он такое немножечко перелив такой да ну да его не видно сомах этого что близко надо глаза или под ресничком ну я хочу под ресничками не даст такого яркости подтянет а если он так дело почему неудобно а потому что когда вы делаете так они по-другому смотрится по-другому здесь складочка тоже то просто если долго находиться закрыта дверью нет вентиляции то тяжеловато то что же чувство воздуха мало глаза в принципе закончили получается а с бровями что будем брови головы чуть-чуть их оттеним не будем помягче чуть-чуть жопка кисточки тоже ее хорошо протирать если чесать брови в ней постоянно уже будет косметика впервые мешку с этим кожным салом вот таким гелем согласна почему-то часы кисточки моют а ее нет этот ёршик нему брови я не делаю на них акцент они у меня в мягком естественном состоянии хорошо осталось стандартная основа то реснички то на реснички сама накрашу крем тот же самый который поселили много тон но с одной стороны мне незаметно и нравится чтобы выровнял на на что форме смешиваем 2 до такой бежевый и золотистый такой прям практически невесомый но в то же время спонжик не использовать неудобно удобней кистью а распределять потом тоже кистью а сейчас не вбивание не знаю мне кажется спонжиком кого-то бы удобнее нет клиентам нет клиентам знаю все равно вот когда тональник распределяем он же немножко липкий вот это руками все равно зато и лишнюю и по ощущениям ну то спонжик то же самое делать когда он такой чистенький влажный освежающий мягенький прям приятно а пальцами вам получится каждый миллиметрик надо проработать мне комфортно не знаю если вам некомфортно то можно было предупредить ну а если если спонжа нет ну как бы уже все да если бы я предупредила чтобы я без основы думаю пошла без вариантов езжу даже такие которые там нарезки продаются 3 копейки 100 рублей 100 кстати вы же там отходите косметику берете и так далее уже не не стерильные тюбики потом ну я точно так же и глаза ваши трогаю вот именно ну если на то пошло можно тогда вообще не прикасаться и не делать под глаз это та же самая тональная основа да с консилер а консилер ну я тоже не хочу идти жалеть кисточка не годится на это можно кисточкой я не зацикливаюсь я делаю и делаю в какой момент и кисточка в какой момент пальцем просто просто редко на самом деле пальцами распределяют поэтому сразу я так это вижу бывает редкость да это ж такой просто момент все равно я вот сижу тума когда там ручки помыли и так далее что этого потрогали это потрогать вас я только трогаю ну вот отходите все на косметику берете по другому я ваши глаза также красиво ну вот я же говорю вот если бы был спонжик то уже все практически не касается вам не накрасил кисточками все равно а сейчас мы немножко скульптурируем а потом уже розовенький вот мне хотелось бы скульптурировать чтобы но хорошо она такого прям поменяла немного тура лица да в качестве у нас коричневого вот этот оттенок берем оно не из тени в тенях тоже из коричневого но мы берем а будем использовать вот этот бежевый тоже может быть уберем нет нет только темные шоколадный но мне кажется не слишком темный для этого чуть-чуть оттеняет нос ну то что падала думаю никто не застрахован но вот эти когда мы купили прям дешевую дешевую она и пожелтела сразу осыпалась и еще была такая колючая то есть у нее прямо уголки застревали в коже как рыбьи кости прям настоящие иглы это больно если не дай бог это колючка ее не заметишь как ты разнесут в ковер и потом наступаешь на ковер он с ворсом она вот так перпендикулярно ноге ты прям на нее наступаешь и вот это вот пока все иглы из дома не вынесли ну постоянно вообще страшно ходить было так что теперь только с мягкими иголками качестве сухого возьмем вот это это уже сухой шоколадный и вот так он выглядит вы делаете достаточно широкую линию чтобы естественно было как бы растушевывать нет вот такого что прям интенсивный у нас корректор если спереди смотреть то как раз да чуть-чуть эту сторону хочется прям растушевать она такая прям загарная она сейчас еще с кожей произойдет взаимообмен это как клеточки кожи они с косметикой смешиваются и он становится мягче буквально впитывается иногда кажется что сначала ярко а потом он приглушается в организм попадает и выводится естественным путем не накапливается надеюсь нет мне кажется когда консилером прыщи покрываешь они еще больше становится вот такой а сверху консилером три раза больше да привет всем непосредственно ремена покажите цвет а то у вас там полно болит а это что красненько покажите там прям есть барби цвет будем использовать или какой будет ваше желание использую а вот какой свет не я бы вообще при этом макияже более нейтрально на ну вот крем тот же самый на который он восстанавливающий его можно не хотят расслабляться ну да такой сушеная роза как будто сможем увеличить верхнюю голову да карандашиком не проще хочется чтобы они одного тенка были на этом какой-то катушку блестяшка какая-то усики рисунда таки проламутровая добьем этот образ получилась губа уже не сетелять столько надо на инъекции приходить чуть-чуть если брать до то да теперь румяна тот же самый цветом а что заводится по поводу блеск не нравится блеск на важный знака можно приобрести так на мне мне наоборот нравится потому что все вместе ты есть новогодняя а вот если хайлайтер еще хочется а мы нанесли ну он уже идет как то он да и все она уже светоотражение в тоне хайлайтер они советуйте не делать дополнительно да и не приобретут это уже личные пожелания ну вот на ваш вкус чтобы она была красивая по новогоднюю у меня кожи не стало потому что это уже будет перебор с блеском потому что кожа сейчас начнет работать и будет от нее еще в полутиле ладно все тогда спасибо хорошо конечно ну вот то что я говорила просто какие-то пожелания но вы не очень склонны да да согласна и не отрицаю но делайте по-своему да понятно и того карточкой но и скоро вам telegram канале разыграем вот такой бомбический огромный набор косметики здесь есть уход за лицом северотки с издермо набор ароматов декоративная косметика в том числе палеточки от сережи любимого большой набор кистей от тамбовцева цветные подводки глиттер даже уход за телом в общем потрясающий огромный подарок как раз к новому году для участия подпишитесь на мой telegram канал ссылка в описании ждите пост розыгрышем так ну что ребят делаем выводы я сейчас такая довольная такая счастливая потому что съела целый огромный тазик варенчиков честно сказать когда мы выходили из кабинета визажиста за дверями ждала ее дочка маленькая ну такая начальник школы марс сердечко дрогнуло я поняла что ей не смогу не смогу какой-то быть строгой женщине и все равно наверное так или иначе что-то я смягчу но основные моменты блин если честно протяжении макияжа тоже страст проговаривать кстати заметили что это у меня произошло именно благодаря обзором потому что раньше я у меня было очень тяжело сказать визажист вы знаете макияж вот и я прям не могла себе вызвать да какой бы отвратительный не был результат это кому хрю ну ничего если так повернуться в принципе вот и потом просто надеялась что жизнь не увидит мой выпуск но благодаря и не знаю практике наверное многолетней сейчас я в принципе спокойно могу вежливо указать на моменты какие-то другое прошли не всегда есть смысл как-то это делать супер развернута в 20 подробностей только тогда когда ясно что визажист принципе настроен на диалог и готова критики какой-то потому что но сегодня например это было не так и какие-то очевидные вещи даже когда я звучу например когда я пришла не было визажиста дезинфектора но все не все косметики прям помимо никаких дополнительных продуктов очень все так скромненько не знал может еще где-то в закромах что-то лежало но скорее всего нет потому что и из розового у нас был один единственный рефильчик в этой огромной полупустой палетке он же был и для глаз и для щек например ну и тогда это сочередно жирмен дополнительно не покупает спрей для рук дезинфицирующий тоже я не находила чем пример руки никто не дезинфицировал все но постоянно бралась какая-то дополнительная косметика и вот мне вот этот момент очень 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 резал глаза что постоянно но прикасаются к лицу еще знаете на липкую основу ну типа когда я ладно там иногда локально правда это удобно сделать там что-нибудь ну блин на все лицо ну там мы сидим я еще не весь процесс естественно буду в ролик вставлять потому что кому на 20 минут вот на это смотреть а мне вот так вот ну как бы чужая рука непонятно какой степени чистоты на и вот она прикасается чуть-чуть отлипает вот так чпоньк кожа тянется знаете потом опять ну на жирную основу вот это все происходит и причем я уже говорю что вот такая ситуация может быть ну не надо там как-нибудь так руками только мне так удобно игры не всегда клиенту так приятно но если клиенту неприятно он говорит не такая типа да это мой случай таком надо было сразу сказать и чё и продукт вообще зашибись потом консилер мы вот тут наносили это тоже знаете рядом с глазом чужой палец вот так вот полчаса ходит на губы блин увлажняющий крем моя любименькая вообще после того как там все перековыряли и причем я вот прямым текстом даю понять что это не очень приятно только визажисты все разным работают по-разному кто как хочет и в конце потом когда я сказала что вот я же вам из печи до когда я совсем соглашаюсь но типа делал как мне удобно это конечно мне не очень опять же цена вопроса три копейки то есть это не тот вопрос где даже можно оправдаться тем что расходники дорогие клиентов мало поэтому я там их не покупаю но нет можно фикс прайсе реально купить огромный пакет с этими даже дешевыми спонжами и хотя бы если клиент озвучивает такое пожелание не трогать его постоянно руками либо спрашивать предварительно как вам лучше спонжиком или ну не знаю мне кажется что это прям важно но я так понимаю что это в целом вызвано отношениям мастера гигиени потому что она такая особо не заморачиваться хотя казалось бы обычно косметологи ну по идее ниже как раз должны двойного внимания этому уделять потому что они работают с чистотой кожи и с возможными последствиями отсутствие гигиен например или заражение инфекции проблем каких-то они все это по очу видят коррекция да такая то что я тоже при ней сказала смотрите ширина полоски и здесь тоже вообще ни разу не маленькая потом как выглядели палеточки ну точнее палеточка единственная я уж молчу про то что она как наполовину закончена конечно так выглядит немножечко типа что лет сто но из-за того что она постоянно пыли это нормальная косметика конечно вы ее прикладываете там постоянно пылинки от текстуры слетают но это надо проверить протирать вот эти все штуки между рефилами нужно влажную тряпочку очищать иначе они выглядят вот так все ощущение неопрятности и отсутствие чистоты вот от этой косметики когда она так выглядит для губам брали помаду до палетка в общем тоже кисточкой на руку с рук на губы потом добавочку этой же кисточкой на руку с руки на губы еще корректор влажный до который кремовый был что мастер просто я знаете что заметила но я немного отупела опять я понимаю что мне ну я как-то очень надеюсь что это связано с перенесенным заболеванием потому что я кашляла и может что-то с мозгами произошло мне прям сложнее слова какие-то находить у меня же стекуляция усилилась то есть я пытаюсь очень под жестами показать то что я не могу вовремя вспомнить конкретно затупливаю может еще надеюсь что я устала там все дела потому что я сейчас еще обзоры делаю хрен знает где ну от моего дома мне типа полтора часа в одну сторону а если у меня еще какие-то дела мне вот это вот вообще дорога москве это конечно огромное испытание потому что город большой это одновременно и плюс и минус потому что если у тебя там несколько точек назначения в разных местах в итоге ты бы реально полдня просто ездишь поэтому не удивляйтесь что я к чему это я рассказывала к наши палеточки для контурирования коричневые беленькие да два шарика вот эти и они тоже так как будто там ну просто перерыли все трактором вот то есть она все какое-то перекошемякистая и очень неопрятно выглядели не знаем еще что но конечно то что у нас вообще не похож макияж целом для любительского в принципе для любительского макияжа кого-то у нас довольно стрелочка на такая ровненько вот сюда идет и сюда то есть здесь под стрелочка чистенькая она сужается к уголку но боль более менее брови нормальные вот так то есть но я не скажу что он уродливый ну прямо скажем это же блин не комплимент для визажиста должен быть да типа не уродливый макияж фух ну похвала такого не должно быть то есть это должно быть красивенько и если все равно оказывается эта услуга надо либо ее прокачать так чтобы было реально украшающее для клиентов либо отменять а вот это вот как бы серединки наполовинку что я делала но не часто все косметолог а этого макияжа хочу отказаться и поэтому я не обновляю косметичку не обучаюсь это конечно не очень хороший вариант опять же с учетом цены блин 3900 да и скидка первого посещения внутри 500 тоже так скажем не 2 копеечки вот за это а 3 900 если честно мне прям очень жалко было но в остальном в принципе очень хорошо что визажист несмотря на то что ее там где-то напрягала и она даже мне как-то сказала о это мешает ну понятно да так и есть но она смогла вот с этим как бы негативом совладать и не хейтить меня не сливать на меня какую-то обиду злость за камеру потому что часто визажиста все вроде как бы нейтрально начинается потом какие-то неудобства и вот у нее раскачивается вот этот внутренний маятник недовольства и потом на тебя просто в дропу ну в общем какая-то агрессия выливается резко внезапно она молодец умела это сбалансировать то есть я чувствую что у нее есть это недовольство но она как бы сама себе объясняет что это клиент но плюс я стараюсь все-таки доброжелательно себя вести и она вот с этим справлялась это классно так что вот такой вот у нас салончик сегодня напишите что вы думаете давненько не было косметологов да так что прямо внесли маленькое разнообразие огромное спасибо за просмотр вас всех с наступающим новым годом я вас целую вот так вот обнимаю вот малышей своих огромное спасибо всем кто поставит пальчик вверх и ставит комментарий всем пока пока пока